Пока вы собираетесь, я думаю, что вам понадобится очень ручка и бумага. Если вы еще не написали свои списки, тот, кто успел подготовиться, возьмите, пожалуйста, свой список мечт, желаний и целей. Попробую как-то пристроить телефон, чтобы он не сотрясался. Ну вот, поделюсь, что у нас тут был ремонт, поэтому не могу ничего найти. Ладно, итак, меня зовут Приморская Екатерина, я телесно-ориентированный психолог. Помощь приходит. Спасибо. Телесно-ориентированный психолог и актриса. Почему я упоминаю вторую профессию, казалось бы, к этому не имею еще отношения. На самом деле имеет отношение еще как, потому что все, что изучают артисты в начале карьеры, это просто напрямую связано с психологией, просто немножечко под другим углом. Когда я это обнаружила, моему восторгу не было предела. Все, что мы там проходили много-много лет назад, правда, даже лет 20 назад я училась, мне кажется, да. Соответственно, все это переплелось дальше с моими изучениями. И я попала в психологию совсем не как обычно попадают. Просто вначале ты решаешь, что ты психолог, идешь учиться. У меня были всевозможные поездки на ретриты, поиски себя, саморазвитие, медитации, учителя, кундалини-йога, немножечко. Жалею об этом, что немножко, потому что мне кажется, что она совсем не вредит, а только вообще сильно улучшает жизнь. Очень много самых разных движенческих терапевтических практик, и в итоге я попадаю на Бали. На Бали оказывается, что вообще все, что я себе думала, все совсем не так. И начинаю заниматься, и там как-то все так складывается, все так происходит, что начинаю чувствовать и видеть совсем иначе. Когда я смотрю на людей, я вижу совсем не то, что я видела раньше. Скорее, вначале ты упираешься не сколько в личность, сколько в ее какие-то духовные, телесные особенности. Сейчас попробую присоединить, ага. Тут вот есть устройство, которое может быть поможет мне присоединиться. Для этого нужно будет перевернуть телефон. Почему? Извините, ребята, просто мне хочется держать. Он потому что нагибается вниз. Так, не держится. Вот, с Бали связи. Раз, два, три, вы меня слышите, скажите, пожалуйста. Написано. Помашите мне, пожалуйста, как-нибудь, что слышно. Слышно? Напишите «да» или «плюсик», что-то, а то прям пропало. Машем? Да, спасибо. Анна, спасибо, вижу. Так вот, чтобы все это уже коротко завершить, поняла, что совершенно не могу не заниматься больше этим. У меня стали собираться группы, я стала проводить телесно-ориентированные практики, после этого знания просто повалились со всех сторон. И потом уже только я пошла учиться, и потом уже такой... Я для себя сделаю вывод, что я не классический психолог, потому что использую техники, которые обычному, наверное, психологу не очень интересны, они не очень разбираются, что это вообще такое, что она делает. Так вот, ладно, переходим к теме. Если есть какой-то вопрос, пишите. Погромы можно? Не поняла, что такое погромы. А, погромче? Погромче. Погромче можно? Давайте так. Так хорошо? Окей, едем, пробуем. Значит, сейчас коротко о том, почему это очень важная тема, потому что, на самом деле, она базируется... Тема о том, как не мешать себе желать, и вообще, как все в жизни не мешать, а мы постоянно себе мешаем, базируется на каких-то очень-очень важных вещах, как, например, самоценность, как ощущение вообще слышания себя, слышания своего внутреннего голоса, я слышу свою интуицию, я себя не предаю. Много-много-много таких вот базовых и наиважнейших опор, что ли, наших, нашего стержня. Значит, мне бы хотелось, чтобы вы сейчас, ну, тот, кто готов, конечно же, написали, есть ли отклик, да, что я себе мешаю жить каким-то образом. И, возможно, даже кто-то понимает примерно, чем. Вот бросьте мне, пожалуйста, запрос... Бросьте мне, пожалуйста, какое-то сообщение. Здесь просто я пытаюсь параллельно что-то еще доделать. Довключить? Ладно, неважно. Если да, если вы себе мешаете, пожалуйста, напишите «да» или хотя бы каким образом. Окей, пока вы пишете. Да, мешаю, поняла. Будет здорово, если будет еще ощущение «как». То есть, да, приведу примеры, да, не говорю себе правду, пытаюсь закрыть глаза на что-то, предпочитаю оставаться в иллюзии, всегда себя сдерживаю, не выпускаю, пропускаю других вперед, даже когда я чувствую, что это мое, и мне это очень нужно. Например, приведу пример. Мешают установки, безусловно. Установки все мешают. Раз сама от себя устаю своими заморочками. Ну, да, о том и речь. Приведу пример такой. Я однажды в бытность свою, когда я еще ездила по кастингам, очень много лет назад, помню, что я выхожу с каких-то проб, мы там проиграли какую-то уже сцену, неважно, и мне, в общем-то, хотелось эту роль. Мне казалось, что, в общем, эта роль, я бы с ней что-то очень интересное смогла бы сделать, не банальное. И выхожу из кабинета, и вижу, что там какое-то количество девушек моего типажа, очень на меня похожие, с горящими глазами, и вот примерно сидящие такие в ожидании, и они смотрели на меня, как на соперницу, как на что-то очень страшное. Я подумала тогда, поймала на мысли о том, что, ну, наверное, им важнее, и они так хотят, мне, наверное, не так важно. И тем самым просто внутри себя рухнуло, как будто бы вот прямо отдала то, что хотела для себя самой. Вот эти штучки, когда-то, конечно, надо уступать. Всем помогай, себя забывай. Привет! Да-да-да-да-да. Пропускай вперед других, как про меня. На самом деле, это просто один из миллионов, да, примеров, что мы с тобой творим. Опять же, я ни в коем случае не говорю, что нужно быть эгоцентристами и вообще помешаться на собственном эгоизме. Нет. Нет. И еще раз, нет. Это только про то, что я себя слышу, и когда что-то по-настоящему ваше, когда по-настоящему, вот есть ощущение, оно находится прямо в грудной клетке и в солнечном сплетении. Когда я перевожу внимание в тело, я знаю, вот, это буду читать чуть-чуть, прерываюсь, буду читать по диагонали. Так, поняла. Ресурсы для себя, да. Это ощущение в сердце, в солнечном сплетении, когда внутри звучит «да». Это точно мое, и мне здесь нужно быть. Это когда вас жизнь сюда приводит и говорит, вот ваше место. Сейчас вы тут должны что-то сделать. Не то, что, опять же, не должны, как долженствование надо. Когда вас прям подталкивают, у вас возникает желание внутри. Вы синхронизируетесь со своей жизнью. Когда вы идете ей наперекор, то мы скатываемся в депрессию, в разочарование, мы ходим по кругу, как лошади в цирке, мы не понимаем все время одно и то же день цирка и так далее. Это когда мы сами себе мешаем, когда жизни ставим прям такой заборчик. Почему мы это делаем? Я думаю, что многим понятно. Мы это делаем, наверное, из-за желания защитить себя от каких-то слишком сильных открытий эмоций, от каких-то болей, от того, что оступиться и упасть. Вот уже падали, знаем как, не хотим больше. В общем, объяснение миллион, но они все достаточно ложные. Если очень глубоко копать, то это возможно только индивидуально. Сейчас у нас 67 человек. Каждому нужно сказать что-то свое отдельное. Будет довольно сложно. Поэтому идем к тому, что работает для всех. Берем сейчас... Еще раз повторяю тему. Повторяю тему. Как не мешать себе осуществлять мечты. Кладем листик с бумагой, берем ручку. И прежде чем мы начнем записывать, кто не записал, и прежде чем мы приступим к спискам, которые вы уже написали, давайте с вами чуток подышим. То есть не просто так, но с вниманием. Я перевожу внимание в свое тело. Я перевожу внимание как в медитации, в обычной медитации, на ноздри. Как входит воздух. Я думаю, многие замечали, что воздух очень часто входит через одну ноздрю. И потом они меняются. Не сразу. Подышите, посмотрите, как вы заполняете тело дыханием. Насколько тело раскрывается на вдохе. Не специально сейчас мы будем насиловать и толкать этот воздух. Вот этого мы не делаем. Мы очень бережно и нежно впускаем дыхание внутрь. Мы это делаем для того, чтобы ваше внимание сейчас перешло внутрь тела. Ваши микро-микро ощущения невероятно важны. Замечайте, где вас нет. Где слепая зона. Где дыхание вообще не проходит. Возможно, как ком в горле. Прям вдох и выдох. И чем бережнее вы дышите, вот как будто внутри вас младенец. И с ним надо очень бережно подышать. Вот как будто ему можно показать с собой, как здорово дышать. Мягко-мягко дышим. Впускаем воздух. И смотрим, расширяется ли сейчас внутри пространство. Кому-то, может быть, будет непонятно, как это. Я есть тело, организм, у меня есть органы. В каком пространстве вы говорите? Однако можно почувствовать, можно так сказать. Где вы чувствуете душу? Где она живет? Было бы здорово, если бы было ощущение, что вы предоставляете ей сейчас, разрешаете ей занять все тело. нежно, 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 мягко-мягко, бережно, бережно, бережно. Может возникнуть протест. Может возникнуть волнение. Может скакать ощущение настроения. От какого-то внутреннего восхищения, что я так умею, до какого-то, да что же там такое происходит, о чем они вообще говорят. Просто замечайте. Любая эмоция в сегодняшнем эфире важна. И последнее сделаем. Глубокий вдох. Выдох. И не выпрыгивая из внимания в тело, сейчас возьмем листик. Тот, кто написал, прошу просто всем телом впустить в себя ощущение вашего первого пункта. Например, мечтаю о новой работе. Тот, кто сейчас не писал, садится и пишет 3-4 пункта на больше у нас не хватит времени. Мои мечты и желания. На этот год давайте сократим до какого-то временного границ в этом году. Тот, кто уже написал, берем первый пункт и пробуем его на вкус. Например, если это новый работник, работа или дом, вижу ли я себя внутри этого желания. То есть могу ли я себе представить сейчас, что у меня это есть. насколько я это представляю только головой или у меня все тело включается. Я вас прошу сейчас сосредоточиться и как будто бы встать ножками внутрь этого желания, как будто вы туда заходите, как уже происходящее или уже случившееся. если это беременность, вот я беременная. Какое у меня состояние? если это какое-то невероятное путешествие, какое у меня состояние, где я нахожусь в этот момент? очень внимательно и прямо описывайте. Сейчас побросайте мне, пожалуйста, несколько слов, которые вам пришли. Что вы ощущаете? Стою на земле, подвешена. Слишком много контролирую детей, мужа не могу без этого. Если я сейчас возьму временно на 5 минуточек, на 10, как будто бы отпускаю этот контроль, как ниточки из руки, вот даю им быть, даю им заниматься собой сейчас, даю им насладиться собственной жизнью, но без моего участия, на 10 минут. Посмотрите, что изменится в теле сразу. Чувство свободы, полета. Отлично. Запоминаем. Стою. Прекрасно. Как стою? Не верю, что произойдет. Если я стою уже в истории в этой, если я стою уже в своем желании, как в осуществившемся, откуда не верю, что произойдет, если вы уже там? Значит, вы не стоите. Радость от предвкушения. Слезы от счастья, полет. Вы только что себе разрешили. То есть, получается, когда возникает вот это ощущение радости, это вы себе разрешили этому случиться. Я стою внутри. Что чувствуете внутри? Вижу себя в процессе работы. Что это дает? Какие ощущения? Мягкость. Стою, ничего не чувствую. Значит, вот прям заставила себя это увидеть, но не встала. Смотрим теперь. Стою на земле и радуюсь своему профессионализму. Моя мечта найти свою работу. Радость ликования. Мне нравится. Стою внутри. Привет. Ага. Хорошо. Вот смотрите. Теперь. Что происходит с телом? Безопасность, уверенность, любви. Прекрасно. Что происходит с телом, когда мы между? Например, вот она, мой профессионализм, моя работа. Что мне мешает туда переступить? Вот вы сейчас возвращаетесь к себе, который сидит здесь и смотрит в телефон. Посмотрите, что вас отделяет. Каким образом вы себя мешаете? Почему вы себя не пускаете? То есть, зададим такой вопрос. Что случится, если я получу самый желаемый свой пункт? Что случится, если я получу желаемое? Плюсы очевидны. Мне интересны минусы. Чего я боюсь? Тогда что? Если вы стоите и до сих пор ничего не чувствуете, давайте проверим такую историю. Наверняка у всех есть пункты подобные, самые сложные. Когда я не могу понять вообще, а мне это нужно? Это моя мечта. Давайте пробежимся сейчас по списку. Пальчиком прям пробегите вниз по каждой строчке. Вы сейчас хорошо слушаете свое тело. Я думаю, пальчик прям даже в ощущении в пальце будет другое. Когда вы пробегаетесь и смотрите, на что вы реагируете жарко, становится прям подъем, энергия растет вверх. А когда вы пробегаете безразлично? Я не боюсь и не знаю, где эти преграды. Страх разочароваться, одиночество мешает. Страх неуверенности в своих силах. В моем возрасте слишком сложно найти работу. Хорошо, тогда пока ставим на паузу историю про палец. Сейчас я вернусь к этому, раз идет про страх, давайте прямо сейчас и проговорим. Что такое страх? Давайте мы его прям поглядим в тело. Как я ощущаю страх? Вот все, кто его обнаружил сейчас. Что происходит в теле, когда я боюсь? Один глагол дайте мне, пожалуйста. Вот я только что летал, дышал, я чувствовал свое тело, у меня происходил какой-то процесс, вдохновение, страх появляется. Что происходит в теле? Как тело реагирует на страх? Что я замечаю в теле? Свернулась. Именно скованность. Именно. Расстратить средства. Окей, сжимаюсь. Гениально. Вот, смотрите. Когда мы сжимаемся, наша задача превращается, мы начинаем заниматься исключительно выживанием. Потому что, когда тело сжимается, оно считывает опасность для жизни. Напряжение, опасность для жизни. Когда я сжимаюсь, мое дыхание, что происходит с дыханием? Оно перестает течь. Оно перестает наполнять сердце, омывать все тело. Оно перестает воспринимать, я перестаю воспринимать себя как свободное и возможное. Когда я впускаю страх, я таким образом сжимаюсь и всю свою жизненную энергию трачу на борьбу с собой. Надо ржаться, надо ржаться. Но нет, мне страшно. Не надо ржаться. То есть вот это вот баян такой происходит. Повышенный пот отделен. Ну понятно, тратим энергию. Устошенность, безусловно. Потому что на что вообще идет жизненная энергия? Черт и что. Сердцебиение сильное. Сжатие. Значит, это снова не про любовь. Да, бывает страшно. В тот момент, когда мы понимаем, что страх не связан с рептильным мозгом, нам не нужно бежать куда-то, срочно брать ноги в руки и спасаться. Как при панических атаках? Что мы делаем? В первую очередь мы разрешаем себе дышать. Вот прямо сейчас, когда я ловлю вот это ощущение страха, я не смогу, я не дойду. Я просто задаю себе задачу. Я командую своему телу. А сейчас мы разрешаем себе дышать. И потихонечку, даже если мне кажется, что я уже не в том возрасте, меня уже никто не возьмет. Я иду не в головы, не в эти мысли, а я просто разрешаю себе быть в своем возрасте. Разрешаю себе быть в своем теле. И разрешаю себе быть дышащим. Значимый. Когда я дышу, я позволяю себе проявлять себя в жизни. Когда я дышу, я есть. И да, может кто-то не взять. А кто-то может очень даже отреагировать на то, что у меня есть ощущение той самой ценности себя. То есть мы, казалось бы, в какой-то примитивный обычный список желаний нас приводит, как я и говорила, к ощущению, насколько я даю себе ценность. Насколько я готова дышать. Даже сквозь страх. Да, мне страшно. Да, есть часть моей личности, которые привыкли меня сдавливать, сжимать и говорят, не ходи туда. Да, ты вообще, есть гораздо лучше люди. Ты что думаешь, есть моложе, красивее и прекраснее. Мы туда не пойдем. Вот это состояние. Пускай они есть. Дайте всем быть. Дайте быть и таким, и сяким, и более талантливым, и менее талантливым. Но у меня есть, мне жизнь дала определенный набор талантов, возможностей, моих каких-то плюсов, минусов, слабостей и сильностей. Для того, чтобы вот именно этот человек нужен на земле. Именно вот я такая сейчас нужна. И через меня что-то будет происходить. И далеко не всегда я должна знать даже что. Но мешать себе и сжимать это все, что я говорю во вселенной, пространству, в Богу, и все, что вам отзывается. Я говорю, знаете, вы что-то там немножечко того, немножечко ошиблись. Я очень куцая, я несчастная, я не такая вся. Мне нельзя ничего давать. Не давайте, я, пожалуй, сожмусь и помогу вам ничего мне не давать. Тема эфира. Как не мешать себе осуществлять мечты. Да, понимаю. Это состояние, я не только ваше описываю, это состояние очень многих из нас, когда мы сталкиваемся с каким-то желанием. Часть нас говорит, это мое, мое, мне очень туда надо, это очень мое. Желание мое здоровье, хочу спать в реале проблемы со сном. Надо разбираться, да, разбираться, где вы себя так утомили, ухайдокали, да, что не даете себе не спать, не успокоиться, не отпустить что-то. В каком-то нервной системе находится напряжение, и голова совершенно точно думает о чем-то и ходит по кругу, да, как та самая лошадь, о которой я говорила в начале. Спасибо, напомнили про микрофон, благодарю. Значит, скажите мне, пожалуйста, вот если я сейчас представляю себе, трудно, да, всех удержать разными желаниями, разными проблемами, но пробую. Если я вижу, что у меня идет сжатие, я позволяю в данном случае себе рожаться и продышаться, и сказать, хорошо, мне очень страшно, что я теряю? Что я потеряю, если я действительно дойду до какого-то момента, где я оступлюсь, где я оступлюсь и вот сразу не получу то, чего я хочу? Что я потеряю? Когда не работает на постоянной основе и улучшение после тренинга, значит, окфи, не докопали до сути. Значит, есть пусковой крючок, да, в психологии говорят, триггер, который запускает вот эту программу. И только-только чуть-чуть дашь себе подышать, как дальше отброс, отбрасывает назад. Нужно индивидуально, да, да, разбираться со специалистом, что там и как. Когда вспомнила страх, уши заложила. Аж даже не, вот опять, уши закладывает про что? Когда голова прям вообще не готова, не готова воспринимать ничего, не хочу слышать, не хочу воспринимать, хочу спрятаться. Тогда все внимание из головы, вот как будто вы как под водопадом стоите, попробуете вот это напряжение и гудение в ушах слить через ноги вниз. Просто банальная визуализация. Я стою и представляю себе под водопадом, что я отдаю это напряжение и готова увидеть все так, как есть. То есть позволить себе увидеть все так, как есть. Стабильность, возможность помогать близким и быть рядом. Я потеряю, да, я правильно понимаю, что вы пишете, я потеряю тогда стабильность и возможность помогать близким и быть рядом. Хорошо, если я потеряю стабильность, что тогда? Вот прям дальше идите, если я теряю стабильность, что тогда происходит? Если я теряю возможность помогать близким, что тогда? Умрут? Быть рядом, вот это очень важная история. Очень многие говорят, что тогда я не смогу достаточно помогать, не смогу быть рядом. Вопрос. С собой я рядом? Успеваю я быть с собой рядом? Потому что, опять, сейчас задрагиваю важную тему. Был один план, идем совершенно. Ну, ладно, живем все по-другому. Быть собой, это когда... Сейчас замрите, не пишите, а то я все пропущу. Когда я ставлю себя на первое место, именно мое внимание вначале, из центра, изнутри, что я сейчас чувствую, что я хочу. И мое внимание на других людях. То есть им важнее, им важнее, чем мне. Им важнее раз, им важнее два, им важнее пятьсот раз. Практически всю свою жизнь так и жила. Им важнее, чем мне. Что это такое? Где в этот момент я? Точно ли я могу прочувствовать и понять, что им важнее? Не, что думает моя голова, а что вообще происходит на самом деле? Если мне кажется, что сейчас я подхвачу и помогу не упасть малышу, то я ему вот прям спасаю его. Ну, ударится он коленком, зато он научится балансу. Если я в этот момент буду всегда, каждый раз пытаться подставить ему руки, я не позволю ему научиться ходить нормально. Когда я все время ставлю других людей впереди, перед себя и пытаюсь им помочь, я на самом деле ни себя не слышу, ни жизнь. Не надо ли им сейчас помогать? Здесь очень много обмана. Мы очень часто помогаем для того, чтобы себе сказать, я не зря живу. Обман. В первую очередь живу не для того, чтобы другим помогать. Да что ж такое, забывая про микрофон. Нормальный звук у кого-то, у кого-то звук плохой. Ребят, не знаю, что с этим делать. У кого-то плохой, но у меня максимум стоит. Даже когда опускаю микрофон, все равно он должен ловить. И важнее это, когда не о себе думаешь о других, потому что у них все нормально. А я трушу. Я трушу, да, правда. Это про трусость с собой побыть. Страх неизвестности, безусловно. Это нет доверия в себе, в первую очередь. Страх успеха. Ой, это отдельная тема, ребята. Это будет отдельный эфир. Все поменяется. Потяну ли я новую жизнь? Вот именно. Это когда мы берем и себя сжимаем. Я не потяну, я не способна, я вообще одна. Друзья мои, любимые, хорошие, пожалуйста, давайте я проговорю эту эзотерическую, для меня абсолютную основу жизни. Для кого-то эта эзотерика, для меня практика. Мы не одни. Я не одна. Вы не одни. Никто из вас не один. Нас ведут, нас поддерживают, нас направляют, нам дают возможности, нас учат, нам ставят сложности за предыки такие, где мы должны упасть, чтобы что-то встать и понять, сказать спасибо. Товарищи, все, все поняли, спасибо, все. Так больше не делаю. Делаю как-то иначе. Делаю выводы. Либо сжимаюсь, как премудрый пескарь, салтыкова щедрина, забиваюсь в ракушку и сижу там на дне пыли морской и пытаюсь, или речной, и не хочу никуда вылезать, потому что вдруг больно будет. Слушайте, все проживаемо, можно, чтобы было больно. И мне можно, чтобы было не больно. Мне можно все испытывать, потому что это мой рост. Не купируйте себя, как собаки уши. Не купируйте, не пытайтесь тормозить, лишь бы чего-то не проживать, потому что будет больно. Боль можно проживать, замыленное слово, осознанно. Ее можно чувствовать, можно гневаться, можно возмущаться. Давайте так. Сейчас чуть вернемся все-таки, даже не чуть, а вернемся к списку, потому что иначе мы с вами убежим совсем в дебри, в глубину. Посмотрите, пожалуйста, выделите сейчас пункты, 2-3 пункта, которые совершенно точно ваши, на все 100%. И пункты, где у вас, когда вы пробегаете, нет особой реакции, что если это случится, то у меня поднимается энергия. То есть, где мои пункты, это там, где у меня рост энергии. Это есть. Это мне дает какую-то дополнительную причину жить, радость жить. А вот здесь, ну да, я сделал, я молодец. Ну, вот так, вот такое сразу опущение уголков губ, как будто вниз. Ну да, я добился. Ну да, я там сделал, не знаю. Да, мужчины должны, вот у них чаще всего это. Окей, я открыл свое дело. Я молодец. А при этом, видите, радости никакой. Есть такие. Прямо изучайте по ощущениям, пробегаетесь и смотрите. О, здесь подъем энергии мое, здесь подъем энергии мое, а здесь как-то странно. Если есть, пишите либо да, либо плюсики, что-нибудь такое. Знак. Подайте мне знак. И дышите, да? То есть, когда вы перепроверяете свои списки, пробегаетесь по ним. Если где-то останавливается дыхание, заметить, не пробегать. Есть такое. И как с этим быть? А теперь, если я обнаруживаю штуку, это вот когда у меня нет радости, очень просто. Давайте смотреть, чья это история. Поняла? Оставила только свои пункты. Хорошо. Поняла. Можно вернуться к какому-то пункту, который не совсем мой, чтобы перепроверить для себя и выучить раз навсегда, как это делается. Проверять, чье это желание. Кто обрадуется тому, что вы этого добились больше всего? Если вы наткнулись на какое-то ощущение, что как будто это кому-то другому больше надо, чем мне, как будто бы я доказываю какой-то идеей, как будто я своему эгушке доказываю. Эго есть? Гордыни, можно так сказать. Я должна. Вот если есть ощущение расслоения внутри, вот душе все равно, а личности даже не очень, а вот есть ощущение отдельной гордыни или чувство долга. Вот из чувства вины мы тоже пишем желание. Вот это красота, вот это я люблю. Окружающие, ага, опять, значит, куда ушел центр изнутри на других, возвращая центр внутрь. Даст ли это желание мне, когда исполнится мне сил, могу ли я сказать, что я наполняюсь силами и получаю ресурс какой-то, когда я иду, да, прикладываю какую-то, какие-то усилия для того, чтобы добиться. Или я себя просто выпутрушу таким образом, как курицу. Да, понял. Вот такая история. Вот, надеюсь, что вы сейчас замечаете. Опять пробегаемся, да, не могу останавливаться надолго на этом. Так как у меня сейчас вместо часов на телефоне написано прямой эфир, напишите мне, пожалуйста, сколько сейчас времени, чтобы я понимала, сколько еще успевать. Я двигаюсь дальше. Еще раз вернемся тогда с вами к тому, где мое-мое. И сейчас попробуем с вами проделать такую определенную медитацию. 12.33, спасибо, есть еще полчаса. Итак, попробуйте закрыть глаза. Почему прошу закрыть глаза? Да, потому что тогда внимание точно идет внутрь. Большинство пунктов не для меня, поняла, для других. Можно поплакать, но только недолго. Потому что можно оплакать своей потраченной силой, что я себя потеряла, но теперь перевести внимание на то, что как хорошо, что я это обнаружила. Господи, какое счастье, что наконец я это обнаружила. Тогда будут другие слезы. Так, теперь снова соединяемся с дыханием. Но прям сразу я вас прошу перевести внимание на то, как дышит сердце. Чувствую ли я свое сердце? Можно положить руку на сердце. Есть ли ощущение, что ему можно дать больше внимания сейчас, больше нежности? Если да, да, давайте дадим. И сейчас пойдем потихонечку, маленькими шажочками. Если я держу в голове одну свою мечту, одну цель, да, приходит, например, приходит, мне все время приходит дом свой, мой дом. Вот я буду вам проговаривать свое, а вы подставляете свое. Мне можно жить в своем доме. Вы говорите, что этому не можно, то, что можно вам. Как чувствует себя сердце? Бьется ли, сжимается ли, останавливается ли дыхание? Наша задача сейчас, мы что делаем? Мы с вами впускаем энергию внутрь себя. Мы с вами разрешаем себе чувствовать разрешение. Прости, Господи. Мы начинаем себе разрешать жить. Мы даем сейчас себе таким образом признание и ценность. Спускаемся ниже. Заметили все, как есть. Спускаемся ниже. Солнечное сплетение. Мне можно. Мне можно жить в своем доме. Мне можно все, что угодно. Солнечное сплетение – это центр воли. Это моя, скажем так, это отклик на мою «я», на личность. Психосоматики. Это когда я разрешаю себе жить полностью или только частично, пишу черновик. «Мне можно». Попробуйте вдохнуть солнечное сплетение. Расширить его, сказать себе «да», «туда мне», «да», «мне можно». И посмотреть, если вдруг что-то поднимается вверх, если вдруг пережимается горлышко, если вдруг как будто бы не очень дышится, замечайте. Мы просто пока собираем анамнез. Дышим, дышим, дышим. Если вдруг идет сопротивление, просто позволяйте себе его наблюдать и чуть больше дышать. Ни в коем случае не насилуем себя. Замечаем. Спускаемся еще ниже. Наша творческая энергия, наша креативность, наше детство. Мы малыши. Можно быть спонтанным. И мне можно то, что вы себе пожелали. И мне можно доверять. Сейчас добавим доверие. Мне можно доверять себе. Мне можно доверять жизни. Бессмысленно просто повторять слова головой. И огромный фантастический смысл, если мы действительно, держа свой живот, представляем себе, что там прям разреет это разрешение. Мне можно быть. Мне можно доверять своей жизни. Что происходит с животом в этот момент. Очень внимательно. Если как будто нельзя, замечаем, смотрим. Дальше тогда нужно будет опять же чуть-чуть копнуть глубже. В общей группе не сможем. Нужно по одному. Либо как-то вы сами покопаете. Но пока просто все, внимание и нежность нет так нет. Да, тогда хорошо. Главное заметить, это уже 50% успеха. И теперь в самый низ. Так как у нас в основном, я думаю, женщина и женский эфир. То давайте, пожалуйста, положим туда «да» и «можно». И мне можно быть женщиной. Как бы странно, блин, это не звучало. И мне можно быть сильной и открытой. Мне можно говорить «да» и мне можно говорить «нет». И мне можно хотеть. Мне можно говорить «да». Мне можно говорить «нет». Самый низ. Влагалище. Матка. Половые губы. Пах. Ковчик. Придатки. Трубы. Все, все, все. Сейчас прям прошу. Как будто там такое отдельно драгоценное, нежнейшее царство. И даже если нет какого-то органа, не страшно. Там остается его энергия, его образ. Сейчас мы тогда говорим этому образу. Мне можно быть. Все, что чувствуете, все, что поднимается, выпускайте. Ничего не сдерживайте. Смотрите внимательно за телом. Нежно проходите все. Даже если вдруг поднимается какая-то очень сильная эмоция. Горесть какая-то или наоборот счастье. Просто наблюдайте сейчас. Пропускайте слово «можно» внутрь. Как будто вы его впитываете. Как будто вы открываете все внутреннее пространство. И теперь попробуем подышать макушка. Третий глаз. Корень языка. Соединяйте эти точечки с дыханием ключицы щитовидной железа. Кто где чувствует. Грудь, сердце. Солнечное сплетение. Живот вокруг пупка. Кто знает центр Дань-Тянь. Самый низ. Точка между копчиком и влагалищем. И с открытым ртом подышим так несколько раз. Бережно, аккуратно, но сквозь все тело. Как труба. Можно доверять. Это про доверие. С доверием вдыхаем. С доверием выдох. С доверием вдох. С доверием выдох. Как идет, так идет. С доверием вдох. Можно открыть ладони. С доверием выдох. Вдох. Вдох. Выдох. В своем ритме. Еще чуть-чуть. Теперь открываем глазки. Смотрим на свой список. Прямо можно положить палец на один из пунктов. И посмотреть, какой внутренней картинки внутри, что начнет происходить. Например, кладу пальчик на пункт путешествия, не знаю, куда. Новую Зеландию. Снова представляю, позволяю себе там оказаться. Разрешаю, как будто разрешаю себе дать мне это пространство. Дать жизни мне. Мою Новую Зеландию. Энергия бьет ключом, потому что вы высвободили, наконец, от борьбы. Когда мы боремся с собой, она никуда не бьет, только в нас самих. Когда мы высвобождаем и даем жизни нас облюбить, дать всю эту поддержку и силу, энергия бьет ключом. Спазм в горле, мурашки в затылке. Еще не разрешаю где-то, да, еще себя не пускаю. Надо разбирать, что там, кто, что конкретно, откуда идет этот спазм. Ощущение, что не разрешали в детстве много. Вот у меня сейчас такое идет, что как будто как по рукам били. Слишком много хочешь, губу раскатала. Вот что-то такое идет. Могу ошибаться, да, просто что сейчас пришло, делюсь. Хорошего дня. Не так сильно страшно прохлады, да, потому что пока не до конца верится, да, не до конца впускаю. Это работа. Девочки, это работа, это необходимо проделывать. Вот если вы сейчас поймали эффект, значит, это просто необходимо в течение дня минутку. Сижу за рулем и просто проговариваюсь, чувствую, а я доверяю сейчас своему телу, а я доверяю, я сейчас делаю то, что хочу, я замечаю, что я чувствую. Это практика. Я ей занимаюсь больше 10 лет. Бешеный холод по всему телу, не могу согреться. Активизировалось, да, что-то очень сильно. Тепла необходимо. Прям вот представляете, сейчас прям окуните себя в какую-то горячую воду или куда-то в горячий песок, вот где вас можно накрыть. Прям позвольте себе представить, что вас накрывают и вас берегут изо всех сил, что вы прям самое ценное в этом мире. И потом смотрите, согреетесь ли. Спокойствие. Хорошо. Спокойствие – это про правду, потому что доверие дает спокойствие. Холодок. Пока опасаюсь, боюсь еще сделать шажочек. Сердцебиение не почувствовал. Не обязательно чувствовать сердцебиение, и не всегда, и не сразу. Например, в цигун, когда практикуешь, для того, чтобы почувствовать сердцебиение, у многих годы уходит. Ничего не чувствую. Запрет на ощущения. Надо смотреть. Надо смотреть. Возможно, очень-очень часто так бывает, что в какой-то момент жизни я себе отрубила сильные ощущения хорошие, чтобы потом, например, не удариться и не было бы плохо. Сейчас смеешься, завтра будешь плакать. Такие в детстве прекрасные высказывания, которые помогают. Это может быть защитная функция. С этим надо работать, если захотите. Сопротивление, конечно. Я плачу. Ну и хорошо. И коль. И ладно. Освободится что-то. Ой, освободится и слава богу. Главное, чтобы потом выйти наверх, а не вниз. Освободилась и теперь знаю, чего хочу. И иду уже в созидание. Зевод отпустила сильное напряжение. Когда я работаю индивидуально, когда люди начинают взевать, я очень радуюсь. Сердце стучит. Как предчувствие, на как стучит сердце. Хорошо или не очень. Слабость в ногах. Не стою на ногах. Вот то самое. Помню, мне кажется, это вы и писали, что стою, но ничего не чувствую. Не верю ногам своим. Не верю своей опоре. Очень в этом смысле важно, когда, если вы занимаетесь йогой, я просто не вижу подробностей. Внимание давать в ноги, как ноги держат. Балансы и балансовые позы. Ну и, естественно, медитации. Главное, если плачу, ничего страшного, да? Выплакиваю какое-то напряжение. Слава тебе, господи. Да, да, это я. Хорошо, поняла. Ну вот. Значит, правильно почувствовала. Какие еще сейчас ощущения? Ребята, поделитесь со списком. Есть ли ощущение, что стало как будто бы проще дойти? Разрешаю себе. Наше мешание себе – это лишь про то, что я себе не разрешаю. Давайте пробежимся, подведем такой первый итог. Когда я смотрю на список, первое, что мы должны сделать, это очистить его от чужого, не своего. Да когда до конца не верю, ребят, слушайте, если там у нас многослойные истории, за одну волшебную медитацию, мы уже кое-что очистили, уже получили окрыленное состояние, значит, это возможно. Значит, нужно вот эти штуки, которые я не верю убирать, они более глубокие. Мне для того, чтобы сказать, что это, мне нужно знать чуть-чуть больше. Есть ощущение того, что я уже там? Отлично, прекрасно. Значит, прям вот так вот перешагивайте туда несколько раз в неделю, в день, на одну-две секундочки в это ощущение. И оно будет давать, ага, что нужно сделать для того, чтобы это приблизить. Оно будет давать энергию. Не оставайтесь там, пожалуйста, не пытайтесь зацепиться за это ощущение надолго. Это приведет к обратному. Как только я пытаюсь зацепиться за что-то, да, как Фауст, Фаусте Гёте, остановись в мгновение, ничего не останавливайте. Жизнь — это поток течения. Когда я хочу дом, и если я его представляю, пытаюсь там зацепиться, вцепиться в кресло, и хочу, чтобы дольше продлилось это ощущение, дольше продлилось, дольше у меня его не будет. Потому что я вцепилась и сжала пространство. Все равно, что я опять начинаю бояться делать то же самое. При этом аппетитово. Есть ощущение того, что же там, и да, и захотелось есть, понятно. Очень многие штуки, которые сейчас поднялись и всплыли, нужно их отдельно бы хорошо порассматривать. Это, конечно, можно проделать индивидуально, но если у вас затык, не стесняйтесь, и обращайтесь к кому-то, кто готов вам с этим помочь. Потому что у нас у каждого есть своя слепая зона. И да, мы очень многие имеем прекрасное логическое мышление, и очень много знаем, и очень много читали. И вообще, можем цитировать Фрейда, просто страница 15-я строчка, 4-я, то это, к сожалению, не сильно помогает, когда мы утыкаемся в слепую зону. Точно так же, как у меня есть мои прекрасные, любимые подруги и психологи, к которым я обращаюсь. Здравствуйте! Почти уже до свидания. Так, очистить от чужого. Дальше что делать? Дальше вы смотрите ваше самое драгоценное для вас желание, которое вас наполнит, про которое вы можете сказать, вот это я, вот к этому я иду. Вот это меня наполняет, вот это даёт мне ощущение, я живу не зря. И если это ощущение именно связано, это моё, а не потому что это кому-то понравится, и это будет сделать правильно. Слово «правильно» пожалуйста вообще не используем, когда смотрим на свои желания. Вычленяйте, вычищайте, прям как снимайте шелуху с каждого пункта. Смотрите внимательно на физические ощущения, где вы, где не вы. Для того, чтобы глубоко пойти, сейчас ещё забыла вам сказать, что про себя, собственно. Спустите себя за волоской. Так вот, возвращаюсь к теме, как помогать. Есть масса психологов, которые помогают. Я и самых разных хиллеров, да, которые действительно профессионалы, и делают это с любовью. Я провожу вместе с моим коллегой Юлией Лянгузовой, мы проводим ретриты. У нас планы на осень, на август, и на английском языке, и на русском языке. Об этом я буду писать у себя в профиле. Я приморская. Как отпускать желание и не циклиться на тусь. Вначале прям зациклиться на желание, тогда зациклиться на нём на 2 секунды, или на минуточку, так, чтобы тебя стошнило уже от него. Вот прям захоти его изо всех сил, вот прям захоти, посмотри, что тебе уже и особо и не хочется. Делай вдох и выдох. И посмотри, что будет, если ты просто предоставишь это жизни. Вот прям с открытым ладонями садишься и говоришь, очень хочу, научи, что делать, да. Покажи мне, где я сама себя останавливаю, где я мешаю себе. Попросила, и в течение, я думаю, дальше... Скорее всего, это прям в этот же день может произойти. Знаешь, подбрасывает намёки, что мешает. Или в конце концов напиши тогда конкретно про своё желание, и мы с тобой разберём, что там может, что я увижу, да, прям сразу. Что там может за пиндя такой, за триггер сидеть, где ты сама себе перекрываешь энергию. У нас осталось с вами 6 минут. Слова «паразиты» трудно сказать. Если у вас очень замусорена речь, могут. Если вы всё время себе говорите, я несчастный, ё-моё, денег нет, денег нет, денег нет, тоже грешу периодически какими-то такими штуками, то вы тормозите энергию. Да, просто осознанно к речи, значит, осознанно к тому, что с вами происходит. Мне кажется так. Иногда лучше меньше сказать, меньше будет паразитов и больше дела. Свежесть в ногах? Ура! Я очень-очень рада. Благодарю вас за то, что поработали, за искренность. Если будут какие-то вопросы, конечно же, пишите в директ. Я то, что буду успевать, потихонечку буду разбирать и отвечать. Не обижайтесь, если не сразу. Спазм в желудке. Ага, значит, с желудком нужно точно работать. Значит, там очень много сжимаете. Вот прямо ощущение, что слишком много не переварено. Слишком много такого страха не впустить. С желудком надо разбираться отдельно. Там много всего еще и детского. Желудок часто реагирует на детские какие-то штуки, травмы и установки. Спасибо, спасибо, Николь. Да, хорошо. Если я понимаю, что меня тормозит, то я могу и проработать. Да. Нужно вначале, конечно, попробовать самостоятельно. Если я вижу, что я все равно во что-то тыкаюсь, конечно, тогда можно к специалисту. Можно, безусловно. Зачем это вообще носить в себе? Так будет быстрее. Да, есть абсолютно точно психологи, которые и тетехилеры, не знаю, кто-нибудь еще, кто вам ближе всего, кто вам отзывается, кто вам поможет быстро. Я не очень за долгую терапию. Я, честно говоря, против. Я тебя, Анелька, очень люблю. Друзья мои, спасибо вам большое. Посмотрите сейчас еще раз, на последние три минуточки, посмотрите на свое состояние. Давайте положим ручки на сердце и закроем этот наш эфир в покое. Что бы я ни делала, куда бы я ни шла, всему моему пути, да, разрешаю себе быть, такая, какая есть. Разрешаю, обнимаю, сверчок, сверчка тоже обнимаю. Прям себя, себя сейчас обнять. Ну и меня заодно можно. Люблю вас. Побудьте, если вы чуть-чуть сохраните это состояние, поизучайте потом ваши списки, будут вопросы, пишите. Обнимаю, крепко. Придет что-то другое, более настоящее желание. Анелька, спасибо. Катам, пока. Благодарю. Записи будет сейчас, я должна сохранить эту запись, и тогда она будет. Благословите меня, потому что говорят, что записи стали плохо сохраняться. До встречи. Буду проводить еще эфиры раз. Раз это необходимо, раз есть отклик. Хорошего дня, друзья. Обнимаю крепко. Пока.